Переписки Reddit отдай бесплатно. Эти переписки взяты с форума Reddit, переведены мной и сделаны в форме скриншотов. Здесь ежематери, халявщики и просто наглые люди получают по заслугам. У вас есть ненужный смартфон? Я видела, что вы ремонтируете смартфоны и иногда отдаёте их другим людям. Я случайно уронила свой в туалет, но мне очень нужен для работы. У меня есть один телефон на Android. Ему всего два года, но он работает исправно, идеально подойдёт вам для звонков и переписок в социальных сетях. Нет, спасибо, фу. Телефон на Android говно. Ты сказала, что тебе нужен мобильный для работы. Я предлагаю тебе бесплатный телефон. Подумывал даже привезти тебе его лично домой. Ты действительно веришь, что кто-нибудь отдаст тебе айфон бесплатно? Я же не прошу новый. Старая модель тоже подойдёт. Ты нормальный. Я же не буду ходить по городу и на работе с каким-то куском дерьма на Android. Они даже выглядят убого. Ты буквально живёшь в трейлерном городке без медицинской страховки. Работаешь кассиром в магазине и ведёшь себя так, как будто ты богатая. Возьми то, что тебе предлагают. Это телефон LG 17-го года. Или даже не публикуй подобных просьб на Facebook. Ещё один совет. Не роняй телефон в унитаз, если не можешь купить новый. А за кого ты? За Apple или за Android? Напиши своё мнение в комментах. Можно посмотреть на твоих кроликов? Да, конечно. Я сделаю несколько фотографий, как только приду домой с работы. Нет, я хотела вживую посмотреть на них. Что ж, ты можешь прийти, но в другой день. Но учти, что Гриффин после операции, и я не хочу много его двигать. Ему нужен покой и минимум лишнего внимания вокруг. Я вообще-то хотела, чтобы ты принёс его ко мне домой. Доченька так любит кроликов. Тэмми, ты живёшь в другом городе. Это в двух часах езды от меня. Я не поеду настолько далеко ради этого. Ну, пожалуйста. Ты же знаешь, как дочурка не любит длительные поездки в автомобиле. Привези по старой дружбе. Я заслуживаю на такой поступок с твоей стороны, потому что именно я тебе отдала Пресли. Нельзя такое забывать. Не перекручивай факты. Это я забрал его, потому что вы с дочерью морили его голодом и практически угробили. Если хочешь его увидеть, то приезжай сама. Как скажешь, отморозок. Приветик. Мне так нравятся твои рисунки. Хочу, чтобы ты нарисовал мне что-нибудь. Только у меня нет много денег, чтобы заплатить. Примешь в плату фотографии? Фотографии? Ты фотограф? То есть это будет художественный обмен? Не совсем. Я скину свои обнажённые фотографии, если ты сделаешь для меня портрет. Нет, нет. И ещё раз нет. Такая оплата не принимается. Не понимаю, как тебе это вообще в голову пришло? Почему нет? Потому что у меня есть девушка, которую я сильно люблю. И у нас серьёзные отношения. И к тому же мне нужны деньги. Она же даже не узнает, очевидно, лол. Она узнает, потому что я заблокирую тебя и покажу ей эту переписку, после чего мы посмеёмся с этой ситуацией и твоей странной платы. Спасибо, конечно, за предложение. Но я откажусь. Пока. Какой же ты, Нэтик. Испугался какой-то обнажёнки. Лол. Привет. Фортепиано продаётся ещё? Да, мне предлагали за него полторы тысячи евро. Но цена будет две тысячи и не меньше. Как насчёт тысячи евро? Лол. Нет, конечно. Я же предупреждал. Предложения в полторы тысячи были отвергнуты. Почему вы думаете, что ваше в тысячу будет принято? Пожалуйста. Скоро же Рождество. Я совсем на мели. Тогда почему вы откликнулись на объявление с ценником две тысячи евро, если у вас мало средств? Знаете что? Вы грёбанный аферист. Чтобы настолько сильно обдирать людей перед Рождеством, нужно быть редкостным отморозком. Гори в аду, зараза такая. Привет. Машина ещё продаётся? Приветствую. Прошу прощения. Она уже продана. Покупатель заберёт её завтра. А за сколько вы её продали? За 700 долларов. Я заплачу 500 за неё. Продайте её мне. Забавное предложение, но она уже продана. К тому же я бы цену не уменьшил в любом случае. Серьёзно, мне нужна машина. Войдите в моё положение. То есть вы хотите, чтобы я отказал покупателю и отдал вам ещё и поменьше цене? Да чёрт побери, мне нужна машина. Я даже готова сфоткать себя ниже пояса ради машины. Пожалуйста. А зачем мне фото твоих ног? Странная ты девка, скажу я тебе. Привет, дружище. Можешь завтра одолжить мне свои наушники на неделю? Привет, Джемми. Прости, я слушаю музыку на работе и без этого никак. Поэтому не могу одолжить, тем более на такой длительный период. Да ладно тебе, всего-то неделя, не так и много. Прости, дружище, не могу. Почему ты никак не хочешь купить себе свои наушники? Зачем постоянно клянчить у всех своих друзей? Блин, ты такая эгоистичная. Почему ты не можешь быть проще? Просто быть хорошим другом. Я всего лишь попросил сделать одну услугу, и ты сказала нет. Я уже говорила тебе, я не могу дать тебе наушники. Они мои, я не должна их давать тебе. Иди к чёрту, я тебя блокирую. Вау, это то, что нужно. Так будет только лучше. Прям подарочек для меня. Ну, пожалуйста. Здравствуйте, вы ещё продаёте бритву? Да, вас заинтересовало предложение? Конечно. Как насчёт продать её за 150 баксов? Нет, хоть цена и варьируется, но должна быть в пределах полутора тысяч. Оригинальная цена написана в объявлении. Тебя же Шелдон зовут? Верно, а что? Братишка, будь крутым чуваком. Я не хочу дарить своему мужику какие-то носки, а полторы тысячи баксов у меня нет. Продай её за 150 баксов. Это же всего лишь 10% скидка. Во-первых, скидка 10 от оригинальной цены – это совсем другое, чем продать всего за 10% от цены. Во-вторых, я не продам тебе что-либо по сниженной цене только ради другого мужика. И в-третьих, иди в пешее путешествие. Теперь из-за тебя мой мужик получит в подарок какие-то носки. Это на твоей совести паразит. Привет. Мне нужно нанять няню сегодня вечером. Я увидел ваше объявление, и вы мне подходите. Хорошо. Это больше заметка в газете, чем объявление. Думаю, я сегодня свободна. Какой возраст у ваших детей? Когда мне нужно прийти сегодня? Буду рада узнать любые необходимые детали. У нас двое детей. Три с половиной годиков и два годика. Имейте в виду, они ещё не приучены к горшку, но мы очень хотим, чтобы вы взялись за работу. Ваша кандидатура идеально подходит нам. Прошу прощения, была немного занята. Думаю, ничего страшного, что они не приучены к горшку. Я справлюсь с этим. Приходите в шесть вечера. В крайнем случае не позже семи. Какие цены у вас? За работу с двумя детьми я беру 45 долларов в час. Сколько точно мне нужно будет сидеть с ними? В крайнем случае к полуночи, но может быть и дольше. Не надейтесь, что мы будем платить 45 баксов. Могу заплатить 45 за всю работу. Простите, не могу согласиться на такую работу. 45 в час минимум. Не хочу больше тратить ваше время впустую. Не нравятся условия, значит ищите другого человека. Наши детки очень хорошо воспитаны и будут спать большую часть времени. Вам не нужно будет делать практически ничего. Последнее предложение 10 долларов в час. Ты вообще должна быть благодарна, что я даю тебе работу. Особенно с твоим цветом кожи. Не нужно практически ничего делать. Они даже не приучены к горшку. И что с моим цветом кожи? Вы в каком веке живете? Почему сайт не работает? Ссылка скрыта. Он вновь начнет работать, как только вы заплатите мне за работу. Уже 3 недели вы мне обещаете заплатить, но не делаете этого. Ага, конечно, начнет работать. Обманываешь честных людей. Вы согласились заплатить мне 650 баксов за то, что я сделал вам сайт. Я сделал свою часть работы. Вы все одобрили и сказали, что позже оплатите. И вот 3 недели мои старания остаются неоплачены. С меня довольна. Сайт не будет работать, пока вы не заплатите мне наконец. Ладно, за такую халтуру я могу заплатить 85 баксов. Уже поздно платить 85, при том, что мы ранее договорились за 650. Чувак, не гони. Этот сайт должен принести бешеную прибыль. Не сдирая с меня лишние деньги сейчас. Ты получишь свои деньги, как только я их заработаю с помощью сайта. Разве ты не понимаешь этого? Поэтому главный вопрос. Как я заработаю твои деньги, если сайт не работает? Я бы с радостью подождал, если бы была возможность. Но таковой нет. Мы договорились, что вы оплачиваете работу, как только я заканчиваю работу и вас все устраивает. А не тогда, когда вы заработаете на моем детище. Ответ от меня последует только если вы заплатите. Почему ты тратишь наше время? Ты мешаешь мне зарабатывать. Зачем ломать сайт из-за своего эгоизма? Алло, алло, ты еще себя зовешь профессионалом? Увидимся в суде. Ты заплатишь мне компенсацию в размере 80 тысяч баксов и никак не уйдешь от этого. Какие у тебя планы на сегодняшний обед? Как насчет пообедать вдвоем? Не сегодня. Мне дали отгул до пятницы. Вот черт. Что же мне делать тогда? Откуда мне знать? Пообедай, может, в одиночку. Не думай, что это большая проблема. Мне нужен ты, чтобы пообедать пораньше. Можешь зайти в магазинчик Моррисон для меня и взять куриные ножки с крылышками. У меня нет времени. Мне нужно забрать через несколько минут коллегу с аэропорта. Ты работаешь буквально напротив магазина с кулинарией. Ты можешь взять что-то оттуда. Нет, я хочу куриные ножки. Это не моя проблема. Но у меня нет времени. Повторюсь, не моя проблема. Черт, теперь я опоздаю на встречу просто потому, что ты не захотел сделать мне одно одолжение. Честно говоря, я думала, ты человек получше. Окей. Ок. И эта вся реакция? Не думала, что человек, с которым я работаю, может быть настолько отвратительным. Я разочарована. Ты выбрал полениться и побыть дома, вместо того, чтобы помочь своей коллеге. На будущее запомни разницу между вежливым обращением о помощи и наглыми командами. И тогда, когда ты будешь вежлива, я подумаю над тем, чтобы сделать тебе маленькое одолжение. Окей. Тогда мог бы ты мне привезти поесть? Пожалуйста. Нет. Тогда зачем ты мне говоришь быть более вежливой? Это так бессмысленно. Не проси меня никогда об этом больше. И не пытайся со мной заговорить отныне. Привези по старой дружбе. Вот ты, блин. Привези по старой дружбе. Ну, чё ты ржёшь? Ну, сколько можно перечитывать? Привези, привези. Не привезё. Привезё? Не привезё. Учим японский. Теперь из-за тебя мой мужик получит в подарок какие-то носки. Это на твоей совести паразит. Вот кто виноват. Кто? Что, всем дарят носки? Да. Не, ну мне ни разу не дарили. Я, Катька, молодец. Кто читает? Сейчас. Не перекрюч... Не перекру... Не перекрючивай. Так. С меня нельзя смеяться. Можно. Спасибо, конечно, за предложение. Но я откажусь. Пока. Какой же ты нытик. Испугался какой-то обнажён. Что? Ты вообще-то читаешь. Что? Спасибо, конечно, за предложение. Но откажусь пока. Это ты говоришь. Ага. Знаете что? Вы грёманы. 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 А ты опять нормальная, а я опять плохая. Так, можно поменяться. Да ладно. Привет. Это Яков. Давай. Верно. А что? Братишка, будь крутым чуваком. Тут два мужика читает. Нет. Ну ладно. Братишка, будь крутым. Тебя тоже Шелдон зовут? Нет. Тут два чувака читает. Нет. Он говорит, меня тоже Шелдон зовут. Где ты видишь? Шелдон должен делиться. Где? Хорошо, давай. Ты читала. За работу с двумя детьми я беру 45 долларов в час. Сколько точно мне нужно будет сидеть с ними? Бросаем Ютуб. 45 баксов в час. Понравились переписки? Тогда смотри похожие треды на нашем канале или другие рубрики. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok